Здравствуйте! Новости на ННТ. Мои коллеги и я, Махач Курбанов, расскажем о последних событиях, коротко о главном. На родину с комфортом. Новая программа добровольного переселения соотечественников, разработанная в Дагестане. Первый шаг навстречу друг к другу. Центр создания семьи помог обрести счастье десяткам супружеских пар. Как встречаются люди и создаются семьи, расскажут наши корреспонденты. Восемь команд в пяти видах спорта. В Чародинском районе прошел спортивный фестиваль. Итоги сегодня в выпуске. В Республике разработана программа по оказанию содействия добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. Она рассчитана на период с 2019 по 2021 год. Так планируется обеспечить переселение 375 соотечественников. Предпочтение отдается желающим заниматься педагогической или научно-исследовательской деятельностью в области социально-гуманитарных и естественных наук. Кроме того, в приоритете отбора специалисты для работы на селе, в учреждениях здравоохранения, дошкольных образовательных организациях и в сфере агропромышленности. Переумышленные шоу? Во-первых, эти люди получают компенсации до 64 тысяч рублей за приезд. И на членов семьи тоже не получают. Получают компенсации за медицинское оседельство, за транспортные услуги. Ну, самая главная мечта любого иностранного гражданина – получить гражданство России. Вот как раз эта программа дает перейти, пройти нескольких рубежей и ступенок и в течение трех месяцев получить заветную, долгожданный документ, паспорт гражданина Российской Федерации. Самый главный прерогатив в том, что человек не надо долго ждать, проходить вот эту процедуру временного проживания, вид на жительство. В течение подачи заявления, став участником этого программы переселения, человек может получить гражданство в течение трех месяцев. Главного федерального инспектора по Дагестану Александра Степанова представили сегодня руководству республики. Примечательно, что Степанов родился в Дагестане, имеет два высших образования. Трудовую деятельность начинал в МВД, далее продолжил службу в органах прокуратуры. Последняя должность – заместитель прокурора Московской региональной транспортной прокуратуры. Общий стаж службы – 25 лет. В Дагестане, по словам Степанова, наметилась положительная тенденция социально-экономического развития. И он готов внести свой вклад в происходящие процессы. Верховный суд Дагестана оставил в силе приговор в отношении бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. Ранее его признали виновным в превышении полномочий и приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей. Но прокуратура посчитала это наказание мягким и попросила ареста. Верховный суд Республики не прислушался к доводам надзорного органа и отметил, что наказание бывшему исполняющему обязанности мэру Махачкалы назначено в соответствии с требованием закона. Напомним, что Гасанов признал свою вину и возместил ущерб бюджету в размере 34 миллионов рублей. К другим темам. В Махачкале уже третий год функционирует Центр создания семьи. Благодаря их деятельности, совместную жизнь начали 40 супружеских пар. С намерением найти вторую половинку обращаются не только жители Дагестана, но и других регионов России. Обрести покой и счастье в семейной жизни хотят многие, но получается не всегда и не у всех. И подобные центры призваны им в этом помочь. Более подробно об этом расскажет Хамзанур Магомедов. Махде и Нурия поженились два года назад. Нашли друг друга через Центр создания семьи. Заполнили анкету, встретились и решили продолжить жизненный путь вместе. Супруги вспоминают, самым тяжелым было сделать первый шаг. Встретил там свою будущую супругу, зашел, увидел ее и как-то все было чувствовать свечную. Я понял, что он долго не стал медлить сразу. Я понял, что это да, как мне, которое предопределило. Мы с ней как бы уже на второй день, мы же это никак не сделали. Прежде всего женщинам, я считаю, не хватает, терпения не хватает. Переждав, где-то промолчав, уступив. И вот терпение, и уступить, без этого никак семья, она никак не сложится. По словам руководителя организации, Резвана Резванова были в практике центра и печальные случаи, когда создавшие брак люди расходились. Причины разные – несоответствие характеров, отсутствие должного внимания друг к другу и, как следствие, конфликтные ситуации. Доступление в брак, постараться просветить себя о семейной жизни, как себя должен вести муж в семье, кто такой муж, обязанности, которые он должен соблюдать. И то же самое, женщина, которая становится женой. Это тоже целая, можно сказать, профессия, можно сказать. И чем она будет лучше вести хозяйство в доме у мужа, чем она будет лучше обходиться с мужем и так далее. Тем более, не захочет, можно расставаться с ней и наоборот. Прийти в центр и оставить информацию о себе для поиска спутника жизни может каждый желающий, независимо от социального статуса, возраста и места проживания. Людям помогают бесплатно. И самое главное, работники учреждения гарантируют полную конфиденциальность информации. Центр расположен на территории Джума-Мечети столицы. На четвертом этаже по будням с 10 до 5 вечера. Здесь готовы принимать и постараться помочь всем тем, для кого семья – это важно и серьезно. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Обзор коротких новостей представит моя коллега Карина Баталова. Наезд автомобиля на лошадь обернулся трагедией. На дороге Кизляр-Крайновка прошлой ночью произошло ДТП. Машина сбила лошадь, но при этом получила настолько сильный удар, что один человек погиб на месте, а другой по пути в больницу. Пострадавшего госпитализировали в медучреждении Кизляра. 158 миллиардов заработал Дагестан за счет внедрения контрольно-кассовой техники. Об этом заявили в Федеральной налоговой службе республики. Сейчас в регионе уже установлено порядка 15 тысяч подобных касс. В числе их преимуществ удаленная регистрация техники, а также сокращение проверок. Министерство природы назвало российские города самым грязным воздухом. В список попали Барнаул, Иркутск, Красноярск, Норильск и многие другие. Больше половины из них находится в Сибирском федеральном округе. Именно там зафиксирован наибольший объем выбросов от различных предприятий и цехов. Добавим, что наименьший объем выбросов от стационарных источников загрязнения отмечен в нашем Северо-Кавказском федеральном округе. С бронзовой медалью из Польши. На родину накануне вернулась дагестанская рыкбистка Раяна Решетханова. Спортсменка в составе сборной России заняла третье место на чемпионате Европы среди женских команд. В аэропорту медалистки устроили теплый прием. Радость победы вместе с ней разделили представители Минспорта, Федерации Регби, а также друзья и родные. Для воспитанницы школы регби Дагестана это первый серьезный международный старт. Решетханова отметилась результативными действиями во всех шести проведенных матчах. Такой достойный результат. Это не счастливый случай. Это даже не везение, не фарт. Это результат колоссальной работы на тренировках. Вот я знаю, как Раяна выкладывается на тренировках, как она занимается, как она относится серьезно к тренировкам. И знаю, какое у нее желание сильно победить на соревнованиях. Ну вот без этого, конечно, никакого результата не будет. Спортивный фестиваль Чародинского района по национальным видам спорта в селе Цулда завершился победой команды из селения Цуриб. Турнир с участием восьми команд провели в честь мастеров спорта международного класса Хабиба Гаджиева, Амара Ганажмуддинова и Хайбулы Шаалова. Выходцы района состязались в пяти видах спорта. Подробнее об итогах соревнований в следующем сюжете. Метки глаз и богатырская сила – компоненты, в которых соревновалась молодежь Чародинского района. На высоте более двух тысяч метров в высокогорном селении Цулда свои навыки в пяти видах спорта показали более сорока местных спортсменов. Вот мы уже как второй год подряд проводим спортивный фестиваль, в котором принимают участие выходцы из Чародинского района. Основная цель, конечно же, объединить нашу молодежь, объединить наше старшее поколение, призвать молодежь к спорту. Хотелось бы, конечно, чтобы в каждом селе, в нашем районе проводились такие фестивали спортивные, так как наш район славится спортсменами. Секрет успеха в командных состязаниях – это сплоченность и чувство локтя. Каждый стремится внести свою лепту в общий успех. Так, в соревнованиях по толканию ядра с результатом 14 метров 60 сантиметров вне конкуренции оказался Сайгид Гафуров из селения Алмало. По итогам турнира выходцы из Чародинского района, проживающие в селении Алмало, заняли третье место. Серебряные медали у представителей сельсовета «Сумитинский». Чемпионами спортивного фестиваля и обладателями почетного кубка стали спортсмены из районного центра Цуриб. Ощущения, конечно, очень приятные, потому что, когда команда выигрывает, это двойне приятно. Но в то же время очень рады за ребят, которые показали очень шикарный результат во всех видах спорта. Будь то толкание ядра, подтягивание. Это показывает, что ребята заняты тем, что надо именно на сегодняшний день в здоровом уровне жизни. Победителями в личных состязаниях в других видах спорта стали Корземег Исаев из Цуриба в поднятии гири. В подтягивании на перекладине одинаковые результаты у Серождина Серождинова из Цуриба и Амара Гаджибекова из Гочоба. В стрельбе из лука точнее всех оказался Шамиль Ахмедов из селения Цулда. А вот в перетягивании каната лучший результат у силачей из райцентра. Возможно, на победителя фестиваля обратят внимание наставники республиканской сборной, которой предстоит участвовать в конце сентября на Кавказских играх в Грозном. Турнир завершили посещением могилы известного богослова Магомед Тахира Аль-Карахи. Организаторы уверены, духовное и физическое должны дополнять друг друга. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Чародинский район. И на этом все. Оставайтесь с нами, смотрите наши новости в Ютьюбе и в Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова